11 часть курса от АДАЯ, спасибо Зоя, 11 часть курса от АДАЯ и нужно обязательно, обязательно сейчас опять-таки в этот момент вникнуть, не обещаю, что вебинар будет на 40 минут, поэтому запаститесь терпением и задавайте вопросы только по теме, что мы с вами как можно быстрее и быстрее уже смогли пройти эту тему для вас, чтобы оно было все понятно. Итак, созвоны, обзвоны, звонки новичкам и так далее, тема действительно очень важная, очень глубокая и я собрала темы именно для новичков, такие темы я провожу для топ-лидеров тоже, но топ-лидеры более глубоко уже, то есть там закапываются, грубо говоря, в информацию и уже делают абсолютно другие созвоны. Наши же созвоны, как новичков, должны быть предельно четкими, короткими, понятными, чтобы не перезагрузить человека и чтобы не бояться звонить, нужно знать, какую информацию дать. Так ведь, дорогие мои, я думаю, тема для вас будет весьма полезная. Итак, первое, какие бывают созвоны, созвоны бывают различные, сегодня мы с вами поговорим об общей теме созвонов, но подробно рассмотрим именно тот созвон, когда к вам новичок приходит на бизнес, что ему говорить. Вот, далее, значит, побежали с вами, значит, обзвон новичков, неважно даты регистрации, нету заказа, звоним. Что я тут имею в виду? Некоторые люди любят регистрировать и бросать людей и ничего с ними не делать, то есть человека после регистрации нужно обязательно подписать на рассылку для зарегистрированных, обязательно, чтобы он вступил в группы, да, то есть это все из письма в привет, то есть мы сейчас с вами говорим про бизнесмена, да, человека, который пришел именно на бизнес, вот, и, конечно же, все эти действия нужно обязательно произвести сразу же в этот же миг, как вы регистрируете человека. Значит, человека под человека провели, предыдущего оповестили, да, то есть копировали, исправили там точечки на имя человека, под которого зарегистрировали, скинули, да, то есть таким образом, образом, у вас должно быть распределение, то есть это все должно быть четко и должно у вас работать как часы, да, вот, и, конечно, потом мы с вами можем позвонить этому новичку и рассказать, если он пришел там, допустим, на первый, второй, четвертый варианты, то поговорить про продукцию, про компанию и так далее, да, то есть если же он пришел на бизнес, мы его будем с вами включать в бизнес сегодня. Кто боится звонить, сразу вам говорю, что вы теряете время, вы его не экономите, если вы не звоните, и бизнес у вас пойдет медленнее, да, то есть мы с вами на прошлом вебинаре как раз обсуждали людей, почему кто-то быстро растет, кто-то медленно растет, да, у кого-то потому что какие-то стереотипы не такие, да, то есть боятся, переживают, там, еще что-то, да, то есть я не пойму, чего вы боитесь, переживаете, вы боитесь сто тысяч начать зарабатывать, что ли, е-мое, дорогие мои, мне кажется, что это хочет зарабатывать каждый, и нужно выходить из зоны комфорта ради таких выплат, где вы найдете такую работу за сто тысяч, чтобы там без образования, без всего, где вы найдете на земле на работу, вот какую-нибудь такую вот по найму, даже не каждая заведующая там какого-нибудь, не знаю, магазина, и то не каждая сто тысяч получает, вы должны это понимать, так ведь, вот, я вам про что и говорю, у вас дома сейчас на данный момент есть такая возможность выйти действительно на официальный доход, очень крупный, и, конечно, когда вы говорите, ой, я боюсь звонить, это что, я вот слышу, ой, я боюсь сто тысяч зарабатывать, куда же я их девать-то буду, когда научусь, так ведь, поэтому, конечно, стимулы у каждого разные, цели у каждого разные, да, то есть, но если вы хотите как можно быстрее прийти к своей цели, да, то есть цель у вас должна быть четкой, не такая, что там я хочу разбогатеть, да, такая, что я хочу открыть данный статус, я хочу выйти на такую-то выплату, да, и тогда у вас намного ближе ваша цель к вам будет. Если вы хотите открыть директора, если вы хотите открыть директора, значит, вы сразу должны идти на серебро, на золото, ваша цель должна быть, если вы хотите открыть серебро, золото, вы открываете три ветки, гоните их, и с каждым созваниваетесь, и ведете, и все, у вас этот бизнес крутится, крутится, рекрутируете каждый день минимально по три часа, ускоряете, старайтесь сделать как можно больше охвата, Вы это делаете только для себя. Так, еще какие-то угрозы обнаружены. Вы это делаете только для себя, да, то есть ваш наставник вас сопровождает, и его цель, чтобы вы как можно больше зарабатывали. Так, слетела запись все-таки. Ни в какой мне не получается записать. Ни стрима, ничего вообще не получается, дорогие мои. Не знаю, что делать, поэтому будем ждать записи вебинарной комнаты все-таки. Будет плохой звук, сразу предупреждаю, но ничего у меня не получается. Переустановили компьютер, и ни стрим, ни запись, вообще ничего не работает. Поэтому прошу сразу заранее прощения. Вот, поэтому давайте пойдем дальше. Значит, обзвон людей по стартовой программе. Бывает, да, то есть пробный шаг, первый шаг, второй шаг. Очень важно их по этим шагам провести, потому что человек с пробного шага переходит на первый шаг, потом на второй шаг. Обычно можно еще позвонить на третий шаг, на четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Они уже начинают проходить сами, потому что у них все в голове встает на круги свои, они начинают понимать. Далее, обзвон желтеньких, то есть люди покрашенные желтым цветом в распечатках по личной группе. Обзвон по пришедшим, но неоплаченным заказам можно устроить под конец каталога, желательно в пятницу за 2-3 дня до окончания периода. Можно всем подряд, чтобы они у вас не слетели со стартовой программы, чтобы они у вас, в принципе, получили все свои подарочки. Далее, по суперповоду какому-то, да, то есть вы хотите свою веточку встряхнуть, да, к примеру, у вас там 5 человек, которые вроде как приходили на бизнес, но это к примеру, да, сейчас вы поняли, что это пример, да, то есть и, допустим, 5 человек, которые, допустим, на бизнес к вам пришли, вам хочется их как-то разбудить, вот, так, Фоберли Клуб, простите, я тут забыла убрать, потому что презентацию я делала до того, как отменили его, вот, значит, новое обучение, новая фишка, новый сайт, день рождения проекта, то есть почему угодно вы можете позвонить с ними, пообщаться, да, то есть вот сейчас я знаю директора, который везет с собой огромную команду на день рождения Фоберли, который состоится 13 апреля в Черкассах и 20 апреля в городе Киров, Кировская область. Низкий поклон такому лидеру, я уже уверена, что он будет драгоценным директором, то есть люди 3, 6, 9 процентов к нам едут за 2000 километров на поезде, и я благодарна таким вот лидерам, супер лидерам, которые понимают, что это бизнес, это надо, им нужны фото успеха и так далее, и так далее, да, то есть, а есть некоторые кировчане, которые живут в центре города, и мероприятия будут тоже проходить практически в центре города, и они мозолятся, думают, пойду, не пойду, хочу, не хочу, да, то есть опять-таки кому-то рост, кому-то не рост, да, то есть вы вот это должны тоже понимать, делайте все для роста, да, то есть кому-то не нравится там цена билета 2000 рублей, но, дорогие мои, покушать два раза в престижном месте, и все ваши 2000 кончатся, и вы сами их прокушаете, и мы их ничего не возьмем. Вы платите только за свою еду, это тоже нужно понимать сейчас. Вот, значит, далее, значит, по суперповоду, седьмое, обзвон по акциям, подарок новичка, сгорает Фаберлик Клуб, сгорают карточки Фаберлик Клуб, простите, да, сгорают карточки, купоны и так далее. Все мы с вами знаем, что у нас сотни карточек просто остаются неактивированными, а ведь эта сотня могла участвовать в розыгрыше главных призов. Я трубила по чатам, трубила, трубила, и все-таки в сообществе Фаберлик мне начали писать, куда делимые карты, почему они не сгорели. Господи, сколько можно повторять, какими словами нужно говорить, чтобы карточки все-таки активировали, да, и купоны также сгорят, но купоны, они хотя бы в главных призах не участвуют, так ведь, а карточки же участвовали, вот в чем суть. И получается, все равно есть люди, которые, грубо говоря, прозевали эти карточки, и опять-таки вот пишут, вот сейчас, да, вот главная тема у меня, наверное, первые два дня, это куда дели Фаберлик Клуб и карточки твой бонус, да. Но то, что Фаберлик Клуб дели куда-то, я безумно рада, и я еще раз вам повторяю, что для бизнеса это супер возможность. Все вы видели результаты. У нас двухнедельный каталог никогда по 10 директоров не открывалось, и тем более десятки топ-лидеров, согласны со мной. Поэтому компания Фаберлик сейчас все делает для того, чтобы вы могли сделать свой бизнес быстро, качественно и круто, да. То есть вот обменять не на что. Дели, ладно, обменять не на что. Ну, это уж, конечно. Вот, далее. Веточные созвоны с целью подружить, поднять дух, доработка недопониманий. То есть вы пока можете, конечно, как новичок их не проводить, если-то зачем они вам к чему, но уважайте своего наставника и, пожалуйста, ходите на все созвоны, если в чате объявление, что у вас созвон. Если вы не будете этого делать, это не будет делать ваша команда, и опять качество, не качество идет вглубь, или качество идет вглубь, да. То есть вы должны сейчас понимать вот этот важный момент. Да, далее, поехали-то с вами далее. Для чего созвоны вообще нужны? Ну, во-первых, конечно, познакомиться. Во-вторых, дать ориентиры в последующем сотрудничестве с компанией, на какую тему пришел человек, да. Разбудить кого-то, да. То есть желтенькие люди в распечатке, да, кому положены подарки, они могут получить подарки или могут дальше спать и дожить до терминации, вы это понимаете, да. То есть ваш товарооборот, ваши люди. Компания для вас делает все. Но вместо того, чтобы запустить рекламу, компания платит вам процент с товарооборота. И вы, чем больше создаете процент с товарооборота, тем больше вам выплаты. Очень легко все, да. Далее, получить доверие человека к себе, да. То есть это 100% срабатывает. Почему? Потому что всякие там пирамидчики, понятно, не будут звонить. Далее, рассказать, какая классная у нас компания, а главное надежная, официальная, легальная, передается по наследству. Это нужно обязательно говорить в каждом созвоне, вот прям выучите это все. У меня уже от зубов отлетает, потому что сотни созвонов были произведены. Поднять товарооборот себе и своим новичкам, тем самым поддержать невидимый их энтузиазм. О чем я сейчас говорю? У вас новичок рекрутирует, у него что-то не получается, у него много регистраций, но не все делают заказ. Вы можете звонить людей новичка, поднять дух и новичку, и поднять товарооборот себе и своему новичку. Да, то есть, ну грубо говоря, вот тут вот такое бывает, и можно выручить человека, то есть это ваша будущая команда директоров, и вы должны подавать хороший пример. Далее, услышать вопросы людей и их отношения к чему-либо. Работа с возражениями. Это очень такой мощный, как вам даже сказать, мотиватор. Работа с возражениями. Вы должны хотеть работать с возражениями. Знаете почему? Потому что если даже вы не знаете ответа на вопрос, это круто. Это повод созвониться второй раз и сделать более доверительные отношения, чем они были до этого, если вы два раза созвонитесь, три раза. Через что можно звонить? Вайбер, там есть демонстрация экрана, Ватсап, Телеграм, Скайп, в Скайпе тоже есть демонстрация экрана, сотовый телефон, если нет роуминга, соцсети, да, то есть вот где угодно можно звонить. Набрали, позвонили, поговорили. Или голосовые сообщения, голосовые звонки. Простая переписка, это уже прошлый век. Будьте, учитесь быть мобильными. Далее, основное, что надо знать о звоночках. Обязательно учитываем временную зону человека. Если вы обзваниваете акцию новичка, что, да, то есть рассказываете про подарок, что нужно сделать, как его забрать, то понятно, что вы можете попасть куда угодно, если у вас разношерстная, грубо говоря, структура. И в разных странах. Вот сейчас проект Фаберлик Онлайн сотрудничает с 24, по-моему, странами, да, то есть на проекте 24 страны зарегистрированы, да, то есть практически все, кто знает русский язык, и даже есть и Германия, и Литва, и так далее, да. О чем, что я сейчас имею в виду? Если вы позвоните человеку, к примеру, который проживает в Казахстане или в России, но в Новосибирске, там плюс 3 часа, плюс 4 часа, и вы должны понимать, что если вы позвоните в свои, там, 7 утра человеку, да, у него уже будет 8, 9, 10, да, 10 утра, это нормально. Но если вы позвоните куда-то во временную зону, например, Дальний Восток, то там плюс 8 часов, да, и набирая в 6 вечера человека, у которого плюс 8 часов, это получается 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 часа, 3 ночи, и понятно, что вас пошлют и отматерят, поэтому звонки могут быть качественными, а могут быть и вовред вам, да, поэтому всегда об этом думайте и соображайте на эту тему в правильное русло. Далее, тактичность, да, то есть, здравствуйте, я менеджер компании Фаберлит, меня зовут Кононова Анна, вам удобно сейчас разговаривать? У меня для вас важны новости. Если нет, то когда удобно, можете потом перезвонить, да, или сказать, если они скажут, нет, неудобно, скажи, у вас есть пара минут, да, то есть, я вот так частенько делаю, чтобы потом не перезванивать. Вот, далее, позиция дающего. Третий пункт, очень важный пункт, когда или вы подстилаетесь под новичка, или вы понимаете, что вы даете ему возможность зарабатывать большие деньги. Абсолютно разные разговоры, абсолютно разная уверенность, абсолютно разная постановка себя как человека, да. Вот, что я сейчас имею в виду? Когда вы говорите, ну, я еще вот на трех, там, на шести, на девяти процентах, вот, вот, скоро я захочу там стать директором, и все это неуверенно, так, бе-бе-бе, му-му-му, то и получается, что человек у вас тоже к вам пойдет неуверенно. Если вы будете говорить, я уже на трех, я уже на шести, я уже на девяти процентах, у меня есть статус, я забираю свои выплаты, они мне уже приходили, все точно нормально, да, то есть, то это абсолютно другое отношение, абсолютно другие люди к вам пойдут, и абсолютно эти другие люди будут к вам по-другому относиться, да, то есть, это тоже очень важно. Да, то есть, а с уровня старшего лидера, когда вы уже выходите на 12%, вообще грех скромничает. Структура в тысячи баллов, это круто. Далее, минимум посторонний, так, вы, если звоните по видео, то вы не должны быть в домашнем халате растрепанными, размазанными, не накрашенными, там, да, то есть, ну, такие вот люди бывают, что позвонят, ну, кошмар, на заднем плане, там, допустим, поставить ноутбук на кухню, там, в гараннем этой посуды, и начинают звонить, типа, я бизнесмен. Вы должны сами понимать, что это ни в какие границы не входит, эстетически себя оформите, или уже звоните без видео, да, как-нибудь, ну, лучше, конечно, с видео, но если не хочется без видео, лучше не делайте его, да. Далее, минимум посторонних шумов, да, очень часто бываешь, бывают созваниваешься с новичком, а там у них муж говорит, ты скоро ли, да, то есть, дети бегают, кричат, пищат, кошка мяукает, собака лает, в общем, окно открыто, там машины, вжих, 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 очень сложно разговаривать с человеком в таких условиях, но это новичок, в этом плане можно под новичка подстроиться и сделать вид, что это вы ничего не замечаете, но если вы так будете себя вести, как новичок, который взял трубку, да, у которого там задний шум и вопли столбом стоят, то тогда у вас получится очень такая нехорошая дилемма, что новичок вас просто не будет понимать, не будет, тогда лучше набрать голосовое сообщение, да, я не знаю, уйти, закрыться в ванну и набрать спокойное голосовое сообщение на полторы минуты, вот, далее, окончание звонка под виток всегда должен быть отличным и позитивным, на позитивной ноте, оставляйте после себя всегда приятный шлейф, даже если разговор был негативный, да, то есть, хорошо я вас поняла, жду вас в Телеграме для дальнейшего обучения, как его установить, я послала вам, допустим, в личном кабинете Фаберлик, или ВКонтакте, где вы человека регистрировали, да, далее, значит, в Ватсапе и так далее, вот. Оля, ну, тут надо, конечно, обучаться, обучаться у драгоценных директоров, очень хорошо, что ты терпеливая, это главное для человека, который хочет все-таки открыть драгоценный статус и стать полноценным, драгоценным бизнес-партнером компании Фаберлик, это очень хорошо, но что-то нужно менять, значит, тот подход, который у тебя, он не работает, и нужно что-то делать, нужно видоизменяться, вот, далее, вот даже ты вышла сейчас с аватаркой, которая, в принципе, не говорит о том, что ты успешна, почему не говорит, потому что я бы тебе, вот, допустим, эту же аватарку, во всех соцсетях могла бы сказать, чтобы ты ее поменяла на что-то поуспешнее, сходи в кафе, закажи себе чайничек чая, красивый, да, то есть, да, и выйди из зоны комфорта, и наделай, допустим, сделай макияж хороший, прическу, сходи там на фотосессию, это будет экономить твое время, все думают, я сейчас вложусь, у меня ничего не получится, девочки, если вы сходите на фотосессию, вам эти фотки потом на всю жизнь, вы будете вспоминать, смотреть, даже если вдруг у вас ничего не получится, ну, ё-моё, у вас такая память остается, как это не сделать, не сходить в семейные фотографии, хотя бы раз в год, да люди в сетевомне работают, у них фотографии красивее, чем у некоторых наших бизнес-партнеров, извиняюсь за правду, но давайте будем говорить правду, потому что драгоценный статус требует особого внимания, так ведь, а мы с вами все-таки делаем курс на золото, это уже просто само собой разумеющееся, это даже не надо, как вам даже сказать, это даже не надо обсуждать, это должно быть у вас уже, вот посмотрите даже, девчонки из Казахстана пооткрывали новый статус, какие у них крутые фото успеха, они сразу крутые фото успеха делали, это классно, они даже и не думали ставить сначала себя в вязаной кофточке, они сразу начали красивое фото постить, и вот их результат, то есть вы сами создаете себе мнение успешного, неуспешного человека, и о фотках я буду говорить вам, внушать, что это очень важно, фото, хэштеги это минимум, что у вас должно быть под каждой фото на вашей странице, да, фото это отражение вашего успеха, это отражение вашего мышления, если человек мыслит, что у него все в порядке, и у него фотографии нечеткие, полуразмазанные, он где-то там из-под лоби смотрит, там или как-то надменно, да, то есть он не понимает, что это отталкивает людей, ну тогда нужно сходить на какой-то курс обучающий, пишем посты, оформляем страничку, и так далее, и так далее, вы посмотрите, даже подпишитесь на странички людей, как они там себя ведут, что они там делают, и вы увидите, насколько ваша страничка отличается от драгоценных директоров, и у вас уже в итоге создастся общее впечатление, что нужно делать, чтобы стать драгоценным директором, понимаете, вот, далее, минимум посторонних шумов, окончание звонка под итог, хорошо, я вас поняла, найдете меня в телеграм, да, как его установить, да, продиктовать, логин, пароль от сайта, забыли, не забыли, когда вы меня найдете, то есть обязательно устанавливайте дату, если человек ограничен во времени, он это будет делать, вот то же самое, вы дали каталог, посмотрите, сказали, ну посмотришь, я потом как-нибудь зайду, человек не посмотрит каталог 99% случаев, потому что он не знает временных рамок, а если вы скажете, я заберу у вас его завтра, он до завтра его посмотрит, и он его не посмотрит только в том случае, если ему действительно было некогда смотреть, да, то есть всякое бывает, поэтому сейчас на данный момент, очень важно понимать, что под итог разговора, к чему вы клонили, должен быть всегда, можете даже на бумажку себе написать, на монитор себе сделать, куда угодно, план созвона у вас должен быть минимальный, да, важно под самый конец созвона сказать, вот прям супер идея, спасибо, приятно было познакомиться, или вас услышать и так далее, да, то есть до встречи там-то, там-то, то есть вы подытожили, вы решили, что вы там встретитесь, все, и не забудьте напомнить, что вы там встретитесь в итоге, а не просто бла-бла-бла, и под итог не сделали, и человек уже думает, а что делать-то, да, то есть его, да, его не это, его не доработали, грубо говоря, далее, не бойтесь созваниваться, не бойтесь вопросов, еще раз повторюсь, да, если вы не знаете ответа на какой-то вопрос, это супер-мега классно, во-первых, у вас есть чаты, директора, ваши наставники, вы можете там узнать ответ на вопрос, и еще раз перезвонить, два созвона с человеком, это уже шикарно, действительно шикарно, далее, возникает доверительное отношение, крепче лучше, если вы обзваните веточку, то представьте, какую вы только можете оказать поддержку своим новичкам на нулевом уровне, да, это уже к 3, к 6, к 9 процентникам, да, я обращаюсь, и знаете, самое главное, сколько бы вы не знали, вы все равно знаете больше того, кто только что пришел, да, то есть вам просто нужно дать сейчас скелет того, что вы будете давать тем, кому вы позвоните, и если вы будете знать, что, так, напишите мне ответ на вопрос в чат, и если будете знать, что говорить, у вас и страха не будет звонить, так ведь, господи, что случится, если кто-то услышит, или вас увидит, ничего, так ведь, вот, далее, Кто боится созвонов, напишите, боюсь. Кто уже звонил, напишите, что вы звонили, потому что я все-таки считаю, звонок это экономия вашего времени. Я честно вам скажу, я звоню людям 50 на 50, потому что я веду 2-3 вебинара в неделю. Очень редко я делаю там перерывы большие на что-то. И я вам могу сказать, что меня слышат и видят на постоянку. И получается, что если бы меня не слышали и не видели нигде, то я бы занималась обзвонами. Но меня везде видят, слышат. И некоторые люди даже сами говорят, Аня, я посмотрел твой вебинар, то есть меня и так везде много. Поэтому я звоню намного меньше, и человек может меня уже видеть на вебинарах. Так ведь? Звоню, но побаиваюсь. Сейчас мы с вами именно разберем скелет звонка на будущих слайдах. скелет звонка именно для человека, который пришел на третий вариант. Вначале мы с вами договорились, что да, продавцы, покупатели, похудейки, это все круто. Но они временное явление, и мы с вами ищем именно бизнес-партнеров в свою команду. Да? Вот. Голосовые партнеры уже хорошо, Юля Голуб. Очень хорошо, поэтому главное планку не понижай. Созвоны уже здорово. Сначала боялась, сейчас нет. Ну, я тоже первое время побаивалась. Я побаивалась выйти на первый вебинар. Я побаивалась выйти за человеком на сцену. Я побаивалась, когда мне сказали сказать речь на аудиторию 500 человек. У меня там, я не знаю, мандраж случился, и я что попала, наговорила, потому что забыла, что надо говорить, а хотя текст я знала от зубов. Вот недавно первый раз я вышла на международной ассамблее и Фаберлик в Сочи сказать речь 5 минут. Я только ступаю на сцену, подхожу к центру зала, и я понимаю, что у меня в голове пусто. Я понимаю, что я еще не до такой степени крепкая. Но я буду рада, если меня будут звать снова, снова и снова, чтобы я научилась себя через практику чувствовать лучше, лучше и лучше, становиться спикером не только онлайн, но и офлайн. Понимаете? И я это тоже хочу. И, конечно, первый созвон с новичком, я тоже волновалась. Я начинала звонить, скидывала трубку, еще что-то, а потом думаю, чего я боюсь, это экономия времени. И действительно, время экономит очень хорошо. Когда вы знаете, с кем вы общаетесь, вы с ним уже останетесь на одной волне. У меня сейчас, честно вам скажу, недостаток. Я не помню, с кем созванивалась, с кем не созванивалась, потому что приток людей в команду очень большой. Это уже огромная структура. Мне пишут и новички у директоров, и моя ЛГ, и так далее. И все это вперемешку, вперемешку. И я, когда делаю второй звонок, я иногда не помню, о чем мы говорили на первом. То есть, такое тоже бывает, но ко мне люди относятся терпимо, терпимо, потому что они чувствуют, что я добрый, доброжелательный человек, и люди мне это все прощают. Вот, далее. Ну, походу, откуда-то взялось. Говорила и говорила. Вот, молодец, Ириночка. Да, то есть, и вот сейчас даже мы ставили тест, честно вам расскажу. Некоторые лидеры тестировали наш тест регистрации. Мы им делали в первую линию ссылочку, да, то есть там Антон настраивал, и, ну, грубо говоря, опыты проводил. Кому больше, кому меньше, реакт досталось. Но дело в том, что это был просто тест. И мы смотрели и анализировали, да, тот, кто не звонил человеку в этом тесте, включаемость там, дай бог, 10%. Кто звонил и разговаривал с каждым, включаемость там чуть ли не каждый третий человек, да, то есть, а это интернет. В интернете всегда процент активности хуже. Всегда хуже, потому что вы общаетесь с абсолютно незнакомыми людьми с разных городов и стран. Да, он не может быть там 100%, он не может быть у вас 50%, да, но он приближается каждый третий, к примеру, да, каждому третьему. Многие скидывают. Ну, тот, кто скинул, значит, ему неинтересно. Самое главное, вы все для человека сделали, а там уже его проблемы. Я поэтому и говорю, Алла, что главное – это рекрутинг, а не то, что я нашла человека, я сейчас осяду, буду ему обучать, он у меня станет директором, а я миллион рублей получу, да, то есть, вот, вот, главная загвоздка людей. Так, так, у меня не влезло кое-что в слайд, как я вижу, да, ну, ничего страшного, обрезался слайд, бывает такое, когда много пишут. Итак, созвон с новичком, что говорить? Доброго времени суток, вы только прошли у меня регистрацию в компании Фаберлик, познакомим, да, давайте познакомимся, да, и вкратце о себе, да, то есть, меня зовут Анна Конова, я замужем, мама двоих детей, мы в компании Фаберлик около 4 лет, да, то есть, сейчас начали работать вместе с мужем, да, то есть, я начинаю вот рассказывать. Муж у меня сейчас полноценный бизнес-партнер, даже иногда, когда я ухожу с головой в вебинары, в обзоры и так далее, он полностью сидит на чатах, по 2-3 дня отвечает, я вообще, руки мне освобождают, он вообще огромная умничка. Далее, о проекте, да, то есть, можете рассказать вкратце от проекте Фаберлик онлайн, да, то есть, мы с вами находимся на проекте Фаберлик онлайн, на нем 80 тысяч человек, прирост 1200% за год, самый крупный работающий онлайн-проект Фаберлик, нам доверяют, за последний год открылось более 100 директоров в простых, драгоценных, старших рангах, да, то есть, вот так вот вкратце, у вас буквально это 10 секунд займет, да, этот текст прочитать. Далее, о компании, давайте с вами поговорим, познакомимся с компанией, так, компания Фаберлик, это 21 год на рынке, что говорит о ее надежности, входит в АПП, члены Ассоциации Прямых Продаж, собственное производство, собственная лаборатория с 34 патентами, да, производит свою продукцию по стандарту GMP, не тестируется на животных, вся продукция тестируется по ГОСТу стандарту СанПину и так далее, да, то есть, также ваш регистрационный номер может передаваться по наследству, да, то есть, ваши дети, там, братья, сестры, да, прямые близкие родственники имеют право наследовать вашу структуру, также компания состоит в ЭКО, озеленяет нашу природу, да, такая вот благотворительная акция, и также компания состоит в благотворительной акции Солнечный пес, где воспитывают собак, поводырей, деткам, которые родились без зрения, да, с ограниченными возможностями, вот, да, лучше сразу, пока горячо, лучше сразу после регистрации звонить, но если вы регистрировались ночью, там, дети спят, еще что-то, можете наговорить это голосом, ничего страшного, человек послушает тогда, когда ему удобно уже, да, то есть, у меня частенько бывает, я регистрирую человека в час ночи, но в 7 утра я не могу встать с ним поговорить, но я вижу, что он вышел из сети, я ему говорю, а как зайдете в сеть, пожалуйста, прослушайте мои голосовые сообщения, и вот это, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, и все, да, то есть, как бы, это тоже здорово, далее, да, то есть, компания проводит форумы с уровня золотого директора, плачет поездки в разные страны мира, да, то есть, вот так вот, далее, о работе в целом, да, то есть, что я рассказываю, у нас отлаженная система работы, все разложено по полочкам, вы сначала у меня изучите письмо, привет, там 9 пунктов, в последнем пункте этого письма будет регистрация на командный сайт, где вас будут ждать 8 подробных поэтапных моментов, как работать и что делать, если что-то будет непонятно, будете задавать мне вопросы, также в этом обучении будут ссылки на чат, и мы в них будем вступать постепенно, да, то есть, потом вопросы, вы знаете про подарки, да, то есть, вы знаете, где видеть сообщения в личном кабинете, очень важно, сейчас мы с вами видели функцию в личный кабинет, от Анны Томаси открыла фишечку, одну очень крутую, мы ее выслали топ-лидеров, поэтому приучайте своих новичков читать в личном кабинете, наверху конвертик, так, далее, вам пришли от меня письма на почту, да, то есть, вы должны спросить, человек подписался на рассылку или нет, или его подписать, потому что, если он у вас пропадет, рассылка все равно будет ему приходить, и если он будет ее читать, большой процент, вначале, очень большой процент открываемости, там мы даем советы, еще какие-то, да, то есть, человек иногда вроде бы передумал, а потом раз, и снова возвращается, почему, потому что это накопительный эффект, у всех есть сомнения, они приходят к нам через интернет, им доверять нам нет смысла, да, они не видят различия, да, официально или пирамидами, далее, на почту сообщества, да, то есть, на почту приходят ли письма, да, пусть проверят спам, если письмо не пришло, достанут вас из спама, чтобы письма все-таки приходили, в нормальную папку, и, конечно, говорите, чтобы они читали вовремя, иногда, вот, как с программой Фаберлик Клуб, люди говорят, а что вы мне не сказали, да, как еще-то говорить, что вот в этом каталоге, вы должны были оплатить, но всем разослали, если не прочитали, через три дня это дело, да, кто виноват-то, ну, самое главное, что мы всех оповещаем, а остальное уже, извините меня, мы, как бы, уже не можем десять раз оповестить, потому что тот, кто увидел с первого раза, может нас опять-таки добавить в спам, и скажет, что, десятый раз шлются, колебали, так ведь, поэтому, конечно, по одному письму в каталог мы рассылаем на определенные темы, да, то есть, желтенькие получают одно письмо, да, то есть, люди, идущие на терминацию, одно письмо получают, но они все предупреждены, далее, знаете ли вы про подарки, так, подождите, вот, очень хорошо, да, то есть, очень часто меня спрашивают, когда деньги, да, то есть, я им сразу говорю, сколько есть времени на работу, я сразу спрашиваю, да, то есть, говорю, у нас бизнес начинается с нуля, до 15% вы получаете денежки на свой счет Фаберли, они у вас будут копиться, потом вы можете через расчетный счет в банке вывести деньги наличными, да, то есть, ежегодно, вы будете вывести деньги наличными, у нас 18 зарплат, да, то есть, ну, вот это еще обсуждаем этот разговор, далее, сколько времени на работу, если человек говорит, что ему нужны выплаты завтра 30 тысяч, но у него нет времени на работу, вы должны понимать, что это такое, да, то есть, мы с вами сейчас прописываем путь, то есть, цели должны быть нормальные, обычные, но никогда не планируйте человека так, чтобы вот в этот срок, ты должен выйти на этот уровень, это очень важно, знаете, почему, потому что некоторые не делают это, большинство это не делают, и потом расстраиваются и в кусты, да, то есть, как это мне отключить, вот эту штуку, так, минутку, выход, все, выхожу, вот, далее, распланируйтесь немножко, сообщите о важности вебинара, сообщите об важности одной регистрации в день, да, так, минуточку, я сейчас все-таки посмотрю тему, которая у меня тут, так, пообщались, кто боится, так, важности одной регистрации в день, значит, позже я вам еще скажу, какой пункт, значит, сообщите, так, все отлично, значит, все здорово у меня тут, очень мало обрезалось, далее с вами поехали, так, вот тут ничего не обрезалось, значит, пообщались, все это занимает 10 минут, потом рассказываете, что в компании есть 4 вида дохода, экономия с кешбэк, плюс подарки, продажи, работа в интернете, свой офис, в основном мы работаем в интернете, продажи это по желанию, то есть, я вот так и говорю, я ничего не преувеличиваю, сейчас ничего не уменьшаю, значит, и сейчас у нас информационный век, много кто работает в интернете, сами, наверное, видите, что сейчас много что делается через интернет, коммунальные платежи, оплата мобильных и так далее, да, компания тоже создала сайт для работы, и у вас есть личный кабинет, теперь на официальном сайте Фаберлик, также нам в помощь проект Фаберлик онлайн создал обучающий сайт, то есть, у вас будет два сайта на официальном, вы будете регистрировать людей, на командном обучаться и обучать своих будущих партнеров, также вам в дальнейшем будут предоставляться бесплатные сайты, как новичку для вашего рекрутинга, мы работаем информационными менеджерами, то есть, даем информацию людям о возможности заработать в интернете, помогаем расти по карьерной лестнице до директора и выше, что конкретно нужно делать, нет, у меня не обрезался слайд, что конкретно нужно делать, мы ищем коллекцию, команду, регистрируем их на сайте Фаберлик, как искать, сопровождать, обучать, все готово, научимся с вами в 8 заданиях на командном сайте, цель создать товарооборот и получить с него процент, максимальный это 23%, престижный уровень директора, директор, это же товарооборот 3000 баллов, вкратце, это 60 человек по 50 баллов, то есть, таким образом, человеку, который не понимает маркетинг плана и вообще не понимает принципы построения сетевого маркетинга, ему становится легко и просто все вот это вот рассказать, показать и так далее, да, то есть, просто раскладываете по полочкам у человека все в голове, и он к вам уже идет намеренно и понимает, что вы очень быстро можете его включить в дело, потому что вы все знаете, далее, значит, логистика, бухгалтерия, доставка товаров, нашим коллегам все осуществляет компания Фаберлик, то есть, наше дело разобраться в акциях и готовом обучении, и чем больше товарооборот, тем больше наши выплаты, мы помогаем на первом этапе, и можем вначале приводить вам новичком в нашу команду, вы видели это видео, да, то есть, у нас с вами есть видео про это, далее, да, нет, не важно, все равно отлично видели, они не видели это видео, значит, если человек ответил нет, отлично, значит, не зря я вам это рассказала, если человек ответил да, очень хорошо, значит, вы все знаете, да, а предыдущий, да, обрезался, вы желаете, чтобы я вам помогала в построении команды, да, конечно, человек, конечно, скажет, что он желает, чтобы вы ему помогали, но, если вы не спросите, он не будет знать, что вы ему будете помогать, Тогда нам надо зарегистрироваться и найти меня в Телеграм, а также зарегистрироваться на командном сайте и начать проходить обучение. А если будут вопросы, что-то не будет получаться, прошу прощения за опечатки, я под утро уже делала презентацию, мне писать уже в Телеграме, вам выслать видео в помощь. Также хочу вам рассказать, что свою следующую регистрацию, вдруг она будет сегодня, я-то очень так люблю делать, уже проведу под вас, хорошо, у нас так принято, помогать новичкам. Вы попали в надежный интернет-проект, я вас буквально за руку поведу к званию директора и к вашим желаемым выплатам. Чтобы начинать было веселее, я еще зарегистрирую людей, но уже под ваших людей таким образом у вас появится структура вглубь. То есть пообещали, делайте, не делайте, не обещайте. То есть тут очень важный такой момент, сказали, делайте. Не сделайте, лучше тогда этот текст не высылать. То есть я свои обещания всегда выполняю. Мои личные регистрации у меня всегда с регистрациями под собой. Далее, что еще я говорю, да, скорее сходите в процесс, я сама с новичками буду работать, пока вы не освоитесь, но вы можете познакомиться с ними в веточном чате. Я их буду туда добавлять, вы будете видеть людей в своей команде. Пока я помогаю, вам надо всему учиться. Найдите меня в Телеграм, камера, микрофон мне нужны. Там чаты для общения, переписки и весь наш коллектив, директора и так далее. Я еще там немножко договариваю. Далее пишу свой Телеграм. Вот, или они пишут свой, я их нахожу, да, то есть тут уже, в принципе, без разницы. Также нам надо активировать, я также говорю, да, также нам надо активировать свой регистрационный номер балловым заказом в ближайший срок, чтобы стать официально консультантом компании Фаберлик. То есть активировать, чтобы стать официальным консультантом компании Фаберлик. За первый заказ дарятся подарки и тысячу рублей. Также оплаченным заказом избегайте удаления номера терминации за неактивность. Обычно это происходит через два месяца с момента регистрации в компании. Так как я и вы будете работать и приглашать людей в свою команду, то уж точно нам терминация не нужна. Хорошо? То есть вот в этом предложении я человека и на работу уже настраиваю, что у него нет вариантов, он идет и будет работать, он будет что-то делать, да, создавать базу для работы и рекрутировать. И также я им говорю, что нам не нужно, что нам нужно, что мы делаем, что мы идем, да. То есть я думаю, вы поняли, что в этом тексте несколько прям мотиваций идет, и человек активируется и сразу начинает создавать базу для работы, и сразу будет включаться в работу у вас, да. Вот. Далее можно обсудить быстрый старт, можно обсудить вип-привилегии. Обычно после вип-привилегии человеку просто сделать 50 баллов. Фишку поняли? Когда мы с вами неуверенно, вяло говорим про активационный заказ, то человек его с горем пополам у вас и сделает. Если мы с вами будем говорить, что активировать свой регистрационный номер можно с крутой выгодой для себя и перечислить все, и человек сам выбирает, то вот это самый наилучший вариант. И он самый низкий у вас никогда не выберет. Никогда не выберет самый низкий, если у него будет выбор между самым крутым и самым низким. Вот тут такой момент, когда вам нужно это обязательно понять и этим проникнуться. Когда я заказывала воду на дом, да, в бутылках 20-ти или каких-то там литровых, пластиковых, да, мы только купили квартиру, когда я заказывала вот эту воду на дом, что я делала? Я зашла на сайт и смотрю, есть дорогущая вода, есть какая-то дешевая, есть какая-то в серединке минерализованная, и там подписано хит-продаж. И я выбрала этот хит-продаж. Я не захотела самый дешевый, но я не захотела самый дорогой. То же самое делаете и вы сейчас, да. Почему? Потому что 100 баллов, понятно, где вам человек возьмет 10 тысяч рублей, да, если взять пример цены России. А 1000 рублей заказа, но сейчас она просто не актуальна, потому что человек, делая на 2000, у него списывается. Это просто смешно сделать на 1000, эту 1000 заплатить и все. Вы меня понимаете? Поэтому не говорите о том, что есть просто минимальный заказ. Никогда не говорите. Говорите обязательно, что у нас есть вип-привилегии, привилегии за 50 баллов, у нас есть привилегии за 25 баллов и так далее. Это видео есть в первом задании, оно уже переделано, фоберлик-клуб оттуда убран. Это видео есть во втором задании от Александра Гаранджи. Обратите внимание, что видео мы уже сделали, да. То есть у нас старого очень мало в обучении всего. Далее, сейчас еще идет обновление по обучению по Фейсбуку. Скоро сделаем. Далее, значит, Виктория Бордос там во главе разрабатывает новое обучение для новичков. Поэтому Фейсбук тоже скоро будет обновлен. Далее, 30 випов в вашей структуре принесут вам 3000 баллов. Кто такой человек? Кристина, не знаю, навсегда, не навсегда. Но я была бы рада, если бы его убрали навсегда, потому что если оставить 1000 плюс акций у новичка, и у нас будет каждый каталог открываться под директором, не это ли счастье для лидера? Не это ли счастье для лидера? Вы мне скажите. Разве мы росли так с программой Фаберлик Клуб? Да, сейчас покупатели могут и повозмущаться, что это забрали, но покупатели – дело временное. А вот бизнес-партнеры – это самое крутое, что есть в нашей жизни. Потому что бизнес-партнеры перенесли и изменения с кэшбэком, и перенесли, вот я помню, в 2014 году или в 2015 году в марте был пересчет баллов, то есть у нас зарплаты повысились, да, то есть и вот тут нужно обязательно вам сейчас делать акцент. Куда вы делаете акцент? Или вы лишаетесь 10 подарков за 50 баллов, да, извините меня, за там сколько там, ну там, конечно, увесисто, да, но с другой стороны вы можете приобрести в свою команду лидеров, топ-лидеров, с которых вы будете зарабатывать 100-200 тысяч в каталог. Разница просто неимоверная. Подарки вы можете получать всю жизнь, но вы с них не разбогатеете. А что с Фаберлик-клубом вы получите? Сколько лет был этот Фаберлик-клуб? Он вам помогал расти и открывать новые статусы? Он вам не помогал расти и открывать новые статусы? Поэтому, конечно, когда на Лиге предпринимателей не стали спрашивать, что убираем, или это, или это, или это, мы все единогласно сказали, убираем Фаберлик-клуб. Потому что покупатели, люди временные, поймите вы это, что покупатели, сколько бы вы ни ценили, они все равно найдут где-то, может быть, что-то лучшее с доставкой, лучше какие-то условия, еще что-то. Бизнес-партнер, который зарабатывает деньги на расчет, несет банки, он более надежен, и он вас и поддержит, и ростом, и так далее, и так далее. Вы должны это понимать. Далее, значит, обсуждаем быстрый старт, вип-привилегии, 30 пипов в нашей структуре, это кто? Мне кто-нибудь отвечал, что за структура у вас будет, если в вашей команде будет 30 пип-консультантов? Директор, правильно. Не переделанно, я проконтролирую данный момент, минуточку, запишу себе, потому что Саша обещала его снять, и я почему-то подумала, что она выслала Коле видео. Так, сейчас, минутку, пока бы мне не забыть с этим моментом. Так, видео, видео во втором задании. Задание, привилегии, за заказы. За заказы. Если там старое, его надо срочно убирать. Так, хорошо, спасибо огромное за вашу наблюдательность. Я что-то как-то вот не проконтролировала момент. Далее, делайте скриншоты. Вот, я вам сделаю скриншоты в конце и отправлю в новый структурный чат. Хорошо, не мучайтесь, не делайте, я вам все отправлю. Вот эти три слайда вам нужны, да, я так понимаю. Поставьте плюсик-минусик. Далее, значит, да, естественно, продолжаем. Тут мы с вами обсудили, только сам наставник может лишить команду плюсик. Да, все, я вам вышлю, вышлю вот эти три слайда. Хорошо. И далее, как поднять товарооборот команды. Вот тут тоже зависит очень много от роста, что хочется сказать, да. Очень много зависит именно от этого слайда. Вроде бы такая ерунда, да. То есть, я сейчас на слайде пишу помочь пройти второй шаг стартовой программы. А вы не представляете, какой у вас будет крутой товарооборот, если вы это сделаете. Во что бы то ни стало пройти, помочь второй шаг стартовой программы. Слать письма, предупреждать людей терминации, особенно если под ними уже есть структура, да. То есть, они у вас красным цветом покрашены в распечатках по личной группе. Далее, если с заказом медлят, и вы столкнулись с возражением, вы можете спросить, да. Во-первых, я говорю, странно, почему вы будете сделать заказ. У нас очень много покупателей, 80% у нас с вами все же покупателей, да, в команде, которые делают товарооборот. Вот, и, конечно, очень странно, почему вы будете сделать заказ. Нам обычно большинство людей регистрируется, чтобы как раз заказывать со скидками и подарками, да. Вот, Телеграм не работает 3 недели. Обновите, удалите, установите новый, Зоя. Ну, вы же будущий бизнесмен, ну, что это за отношение такое. Удаляем, устанавливаем. Не получается, можно мастера вызвать, сына позвать, там, ну, кто у вас есть, да, из мужчин, кто понимает, соседа, там, сунуть ему потом, там, не знаю, 100 рублей, да, то есть, да, это все, что угодно можно. Если у вас есть цель, вы думаете, как мне это сделать. Если вы мыслите по-успешному, да, то есть, это тема прошлого вебинара у нас с вами. Мы думаем, как это сделать, а никак это не делать, потому что у меня из-за этого-то, из-за этого-то не получается. Серьезный настрой должен быть всегда серьезным настроем, и у вас не должно быть преград, которые вы сами себе можете выдумать. У всех есть Телеграм, значит, проблема что-то с вашим компьютером. Эту проблему можно убрать. Вот, чтобы получать выплаты более 100 тысяч рублей, нужно что-то для этого делать. Да, погуглите, конечно, поищите. Далее, если заказы медлят, первый вариант я вам сказала, а далее я спрашиваю в магазине, вам на кассе, за то, что вы накупите на 2 тысячи рублей, начистят, там кэшбэк 15% и тысячу рублей подарят, да, то есть, а подарят вам 1-3 подарка, да, подарки у нас тоже разные бывают. Вот представьте, хоть сами себя в магазине, дорогие наши, кто ходит в магазин? Я думаю, в магазин ходит много кто. Вот мы каждый день ходим, хлебушек, молочко, там все вот это покупаем. Накупили на 2 тысячи и вам бац, и столько халявы. Ну, где вы найдете столько халявы? Нигде. Поэтому, конечно, нужно доносить и нужно быть счастливым попугаем, как я в прошлом каталоге вам, на прошлом вебинаре вам сказала. Ну, что ж, тема про созвоны у нас с вами закончилась. Хочу много вопросов. Скриншоты я вам обещала, я вам обязательно скину. Если есть вопросы, задавайте. Так, скрины. Скрины. Счастливы быть с фаберикой? Ну, я тоже, конечно, счастлива. Так, давайте я вам сейчас их и нашлепаю, пока вы задаете вопросы, если они у вас, конечно, есть. Так, начинаю с конца. Полетели с вами. Так, все, я вам скрины, прям сейчас, чтобы не забыть, отправляю, дорогие мои. Потому что для меня это очень просто. Принт-скрины вставить. Так. Все. Если есть, если есть вложения, то работать не буду. Ну, если человек считает, что он моется без вложений, то смысл тогда с таким человеком работать. Пусть моется, но деньги не получают. Я обычно, как говорю, с фаберлик, без фаберлик вы все равно будете мыться, да, то есть краситься и так далее. Поэтому решайте, зарабатывать на этом деньги или нет. То есть я говорю правду, резко может быть и колка, но кому нужно, они действительно будут решать. Аня, как можно голосовые записывать? На микрофончик нажимаем и говорим. Там нужно разрешить в верхнем правом углу. В любой соцсети это можно. Даже в Инстаграме сейчас есть голосовые. Аня, на сколько дней у тебя растягивается это сообщение с новичком? Ну, какие дни? 15 минут. 15 минут, Оля. Ты о чем говоришь? Какие дни? Даже если мне некогда, я это копирую и просто вставляю и отправляю новичку данный текст и все. Даже так могу сделать. А как вы их регистрировали? Ведь где-то они вам данные отправили. А, через сайт? Через сайт, скорее всего. Ну, я таких людей, если честно, не знаю, что с ними делать. Ведь им не придет код верификации. Не регистрировать тогда. Автообзлонные на интернет-проекте Фоберлик онлайн отменены уже 2 каталога назад. Сейчас идет рассылка через WhatsApp. Ой, через Viber официальная. Аня, скрины улетели в новый структурный чат. Стесняюсь своего голоса очень. Ну вот тут тоже опять-таки Нужно взять себя в руки И просто это сделать Сколько подарков еще мне никто не дарил Как Фаберлип Да, серьезно Все три слайда за один звонок А что там сложного там Все три слайда Вот вы прочитайте этот текст Просто поставьте секундомер Прочитайте этот текст У вас более двух минут Прочитать этот текст не займет Максимум три минуты вы его прочтете Три Текст этот, ну да, напишите себе Только там видели, есть ошибки, запятые Пунктуация, я на скорую руку делала Поэтому поправьте, чтобы все было без ошибочек Новый структурный чат Проектов Фаберлик Онлайн Туда отправила скриншоты все Давайте я отправлю их на Свой ютуб канал А вам на свой этот Как его Так, минутку На свой канал Телеграмм А вы на него просто подпишитесь Сейчас, минуточку Так, где-то у меня Был он Так Вот, значит Телеграмм Анны Кононовой Вам нужно будет скопировать И подписаться То есть тут, если вы пройдете Не у всех пройдется То есть нужно именно ссылку скопировать Ставить в окно переписки В Телеграмме Отправить И потом уже пройти Подписаться Я туда сейчас прям перешлю Если вам хочется Сегодня у нас с вами короткий вебинар Просто здорово Пожалуйста, вам тексты Изменяйте их под себя Если вам хочется Так Фоберлик онлайн Кононовой Все, я переслала на канал Если что, мои дорогие Подписывайтесь У меня там, в принципе, очень много важной информации Всегда бывает Вопросы сверху Ага, вижу Добрый день Хотелось бы как-то узнать расписание вебинаров Расписание вебинаров У нас есть канал по расписанию вебинаров Который есть в обучении И там всегда все вебинары Говорится, когда и какой будет Обычно у нас идет 2-3 в день вебинара Так, звонить по WhatsApp бесплатно А по телефону, если у человека нет мессенджеров У меня дорого Как быть, Аня, подскажи Можно звонить в соцсети У человека соцсети 100% есть какая-нибудь В соцсети выход звонить Или звонить можно Если вообще никаких мессенджеров Нет вообще никаких Ну тогда отправить сообщение на почту Хотя бы так Постоянно на твоем канале По сути Далее, значит Нужно найти способ Хотя бы сообщения Тогда отправить Если в соцсети нет Трубочки позвонить А есть в нашем проекте Примерные шаблоны созвонов Я их только что, Наташа, отправила Свои шаблоны Честно скажу, что они рабочие Они рабочие Далее, Аня Получается это все Говорить в голосовое сообщение После прихода анкеты с сайта И прикрепить письмо Привет Ну да, можно и так, Света Можно и так Как помочь пройти второй шаг У меня многие говорят Ну ладно, значит Останусь без подарков Пусть говорят Ведь не 100% у нас активация Мы с вами говорили Что каждый третий зарегистрированный Если делать заказ Это уже отличная статистика у вас А второй, третий шаг в стартовой программе Понятно, что не каждый третий у вас пойдет Самое главное Донести до человека А все остальное Это уже его проблемы Главное у вас душа чиста Из-за человека не решайте Если вам один отказал То где факт, что другой вас не попрекнет Что вы ему про это не рассказали Вот тут тоже как бы немаловажный такой фактор Так, если человек все равно Не ищет телеграм Или нашел, но не начинает обучение Как с ним работать Сколько раз напоминать Свет Такому человеку нужно расставить все точки И спросить Здравствуйте Вы до сих пор не начали обучение Скажите Может быть вам что-то не нравится Я вас чем-то обидела Или вы не серьезно относитесь К работе через интернет Вы мне объясните В чем проблема Да, то есть Почему вы не отвечаете Может человеку некогда Расскажи Сколько под ним уже людей В команде Все что угодно можно сделать Аня Спасибо за информацию В том случае Если у него актуальная почта Вбита в кабинете То есть вот Сейчас Очень актуально Как никогда Вбивать Именно правильную почту Человека И регистрировать его С почтой Когда будет вебинар По правильному ведению ЛБ Скоро будет марафон По постам Сейчас пройдет Марафон по ютубу Каталог с вами Отдохнем И начнется Марафон по постам Там вы узнаете Очень много Про ЛБ ЛБ Правильное ведение ЛБ Это в первую очередь Не только посты Но и ютуб Это свой ютуб канал Поэтому Я вам сейчас Очень рекомендую Записаться На сопровождение По ютубу Ничему лишнему Вас там не научат Запись будет Через 3 часа Только Когда комната Отдастся Я сразу ее выгружу Ваших вопросов Не будет видно Ничего не будет видно У меня сломалось все И фестинг кепчуры И В общем Мне переустанили компьютер Иконки остались Я нажимаю А ничего не работает В общем Сейчас я разберусь Все удалю Переустановлю заново Олесь Лишь бы Пожалуйста Лишь бы Вам это В росте Помогало Потому что Можно бесконечно Ходить на вебинары А желать и делать Все таки Разные вещи Многие желают Но не делают И делают Единицы И те единицы Которые делают Действительно Достойные Восхищения Зависти И так далее У нас только Честный труд В компании Фаберлик Халявы не будет Ну все Всем пока Пока Давайте с вами Расслабимся Продолжение следует Продолжение следует Удачи